Всем здравствуйте! Мы решаем логарифмическое неравенство. Эти неравенства я задаю ребятам домой, и все они идут от легкого к сложному. То есть здесь мы уже решаем более-менее чуть сложнее, чем простейшие неравенства. Так как они чуть сложнее, чем простейшие, мы помним, когда мы раскрываем, переходим от логарифма к выражению при простейших неравенствах, берем больше, ну да, от меньше. А здесь они получаются уже чуть сложнее. И я предлагаю сначала ребятам поработать с УДЗ. Но мы не пишем УДЗ, мы просто работаем с условиями. Получается х-1, да, не путать знаки, это тоже очень важный пункт. И получается х плюс 1,3 квадрате больше нуля. Так, ну, насчет второго, можем сразу сказать, что х не равен минус 1,3, потому что в любом случае, если будет какое-то отрицательное, мы его сведем в квадрат, оно станет положительным. А вот если будет 0, да, у нас должно быть строго больше нуля. То есть просто это выражение не должно равняться нуля. А здесь же нам придется начертить луч для х, отметить единичку и минус 1,3, определить знаки плюс, минус, плюс. И так как у нас больше нуля, нам подходят промежутки с плюсом. Так, ну и тогда мы делаем вывод, что х у нас принадлежит от минус бесконечности до минус 1,3, не включительно, и от 1 до плюс бесконечности. Когда мы будем отмечать знаки на итоговом неравенстве, мы должны помнить, что знаки мы можем ставить только на траектории ОДЗ. Если поставим знак за территорию ОДЗ, то нам сразу поставить над балл, потому что там не то, что нет корней, а самого неравенства в принципе не существует. Никаких допустимых значений за пределами вот этих промежуток, которые мы написали, нет. Что делаем? Я бы хотела вообще двойку вот сюда. Вот сюда, и у нас тогда будет вот такая ситуация. Что я могу взять и скопировать? Да, я могу взять и скопировать. Тогда у нас здесь не будет двойки. Тогда у нас здесь будет так, тысяч, тысяч, тысяч. Плюс нам поможет в том, чтобы умножить наши логарифмы. Да, мы знаем, что когда основания одинаковые, мы можем умножать. То есть это будет х минус 1 в квадрате умножить на х плюс 1 и 3 в квадрате в квадрате делить на х плюс 1 и 3 в квадрате больше равного 2. Что замечаем? Мы замечаем, что наши скобочки сократятся. И так как мы сокращаем, вдруг у нас что-то уже не... Вот у нас на самом деле сейчас все посчитано. У нас 1,3 уже учтено. Да, минус 1,3 уже учтено. Испугалась, что я перепутала знак. Но иногда бывает такое, что мы сокращаем, но об этом речь раньше вообще не шла. Тогда мы выписываем х плюс 1,3 не равно 0, х не равен минус 1,3. Но у нас это уже есть. Ну, можно прописать, можно не прописать второй раз. Тогда у нас получается логарифм с основанием 2 от х минус 1 в квадрате 2. Это получается простейшее неравенство, мы его вскрываем. Пока я пишу, напишите в комментариях, надо менять знак неравенства или нет. А если надо менять, то или не надо менять, без разницы. Напишите правило, почему надо или не надо менять. Так, х минус 1 в квадрате 2 во второй. Ну что, написали? Я надеюсь, написали. Знак не меняем, потому что у нас основание больше единицы. Знак меняется, когда у нас основание от 0 до 1. От 0 до 1. А здесь у нас больше единицы. Значит, знак остается прежним. Ну и раскрываем. Получается, х квадрат минус 2х плюс 1. И сразу принесу минус 4 больше либо равно 0. Х квадрат минус 2х минус 3 больше либо равно 0. Так, что этот дискриминант. 4 плюс 12 это 16. Прекрасный дискриминант. 2 плюс минус 4 пополам. Это получается 3 и минус 1. Так, знак у нас со штришочком. Значит, точки будут заштрихованы. Так, это у нас иксы. Давайте отметим минус 1 и отметим 3. На черновике. Вот я отметю черный сейчас знаки. Но там, где знаков не должно быть, я потом сотру. Я это могу, потому что я могу стереть. А вы это отмечаете на черновике. То есть у нас будет плюс, минус, плюс. И обязательно возвращаемся к нашему ОДЗ. Меньше чем минус 1 и 3 больше чем 1. Меньше чем минус 1 и 3. Давайте черным. Минус 1 и 3 больше чем 1. То есть наши ОДЗ говорят вот здесь. Смотрите. Вот этот плюс у меня влез хорошо. А минус не влез. Значит, я обязана вот эту штуковину потереть. И поставить минус вот здесь. В пределах ОДЗ. Вот здесь никаких знаков не может быть. Сразу поставить 0. Так, возвращаемся к нашему неравенству. Нам надо было больше либо равно 0. Больше либо равно 0. А значит, сберем плюс. Все, отмечаем. И пишем ответ. То есть х принадлежит от минус бесконечности до минус 1 и 3 не включительно. И от 3 включительно до плюс бесконечности. Я надеюсь, что было быстро, полезно, подробно. Надеюсь, что вы хоть что-то запомнили. Пишите, кстати, в комментариях, что вы запомнили. На что обратили внимание сами. Может, я где-то ошиблась. Хотя не должна. Но я могу. Вот. Я жду от вас. Лайки, комментарии, подписки, просмотры. Делитесь с друзьями. Ну и помните, что у вас все получится. Спасибо.